Что касается образов двух мировых лидеров, а и Путин, и Обаму можно смело, так сказать, называть именно мировыми лидерами, потому что, ну, пожалуй, еще Меркель может где-то не очень далеко стоять, хотя, кто знает, на самом деле, объективно, кто из них выше. Но по степени информированности общества, конечно, Обама и Путин привлекают все больше и больше внимания. Мне кажется, что несостоявшиеся личные отношения, мне кажется, что абсолютно разный психотип, мне кажется, что это люди просто диаметрально противоположны. И совместимость их в политике, в экономике, она более чем несостоятельна. Скорее всего, единственное, что может являться мостиком между двумя этими политиками, это здравый смысл и чутье политиков как таковых. Если вот это будет превалировать, наверное, отношения между ними, невзирая на все разногласия, могут развиваться достаточно успешно. Но я думаю, что у Обамы, по крайней мере, совершенно другие задачи. У него второй срок, и он знает, что он никогда больше не вернется на этот пост, тогда как президент Путин, как мы с вами понимаем, рассчитывает до своей глубокой старости править нашей страной и испытывать при этом чувство гордости за самого себя, ну и, может быть, отчасти за страну, что она делает такой странный выбор.